Продолжение следует... 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 Ламина возникает пробой. Таким образом, единственный способ получения электронной большой элементы – это увеличивать глину. А чем это хорошо? Она как раз хорошает тем, что она может держать поля. И может держать поля, как скажем, вот эти цифры для достаточно разрешенных, скажем так, газовых класмонимов, внутри порядка выше тех, которые для традиционных ускорителей используются. При благотворении этой поверхности, которая возбуждает, благодаря тому, что лазерный импульс находит по среде, генинизуете, превращает в плазму, мы могли бы получать ускорение частиц на достаточно разумной энергией. Вот здесь у нас какие-то цифры для традиционного ускорения, но, как видите, масштабы впечатляют. Потому что, куда один терапевт, то мольт, то, скажем так, должен иметь размер 100 км. Она пожелательна, наверное, именно 2-3 порядка меньше. Это, собственно, тот цель, который производит люди, занимающиеся этой наукой. Поэтому мы построили эти лазеры, которые мы только что слышали. Лазеры, это сам парк, действительно, у нас в пределах поля. Ну, в грамм случае, замок. Вот, например, такой машины из университета Личиган, которая сейчас имеет мощный депо Тараванта, Добритнянский Джон, и очень дорогие лазерные дни. И это та машина, на которой сегодня получена предельная интенсивность лазерного излучения. Это, по-моему, 2-10-22 ватных лазерного излучения. Вот сейчас, собственно, мы сейчас имеем дело. И именно такие лазерные дни. Уже упомянулась переводовая волна, когда впереди среди лазерного, который становится влажным благодаря лазерной реализации на переднем против лазерного инкурса. Но за ним возникает вот такая вот элеваторная волна. Ну, и в силу теоретики, значит, можно сразу же корректировать на пальцы. А почему же такие вот высокие поля, которые на предыдущей страничке я показывал, не могут быть? Ну, то есть, так, вот это уже первое, то, что я показываю, это омегоплазма. Сейчас посмотрю. Значит, здесь написано обравнение квалосомы. Оно говорит, что длина волны доплазменной волны в порядке амегоплазменной волны, поэтому ее поставят в качестве масштаба дивергенции ЕГЭ. А здесь стоит плотность. И отсюда вы сразу для плотности, ну, скажем, порядка 10-18, получите вот те гигантские поля, которые эту плазму должны придерживать. И вот это вот то хорошее свойство плазмы, которое позволяет нам добиться на малом масштабе очень хороших мер. Конечно, здесь более многогранно, такие всякие плоские схемы, когда за лазерным диаметром, за лазерным масштабом, это вот такая хорошая, а для экипийской плазменной волны редко реализуется. Реально это такая трехмертная структура. Размер пятна обычно лазерного невелик, он вообще говоря может быть сопоставить длину плазменной волны, поэтому происходит вот такое искривление плазменной волны. В конце концов, могут возникать вот такие вот объемы, баблы, их назвали. Это тоже такая вот трехмертная структура. Это что это? Абсолютно. Что мне это осталось? Все, 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 все. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. 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 Увеличенные цифры, включающие определенные сферы. То, реально, это все заряды, суммарный тон, одного анкулона. Анкулона, в принципе, довольно большая величина. Если я вам укажу быстрее, я удовольствую, человеку анкулона, то, в общем, вполне величина, и в хорошей частоте повторения. А мордово вполне является конкуренцией на традиционных установителях. То есть, довольно невероятно. Токсизика, которая заложена, она проверяется. И вот это, который показывает, что да, в самой простой схеме, что есть длина обоскорения. Длина обоскорения связана с ростозировкой, практически отличая от плазмы скорости, от скорости сметра. Она расстроит аппарационально плотности, поэтому энергии, которые набираются электронные, операционально для неустарения, будут планы так долго и длиться на плотность. Эксперименты, которые были выполнены, они показали, что, в общем, мы довольно хорошо представляем себе такой процесс устарения, и должны вот идти по такому кругу, казалось бы, естественно, ну, давайте будем уменьшать плотность. Ну, тут мы сразу сталкиваемся с тем, что у нас тоже растет длина обоскорения. Но, тем не менее, эти масштабы обоскорения все равно гораздо меньше, чем масштабы традиционные. И, как бы, степущие. И обоскорение такое построить было бы можно. Поэтому обсуждаются машины вплоть до десяти ГЭД, связанные вот с таким ускорением. Правда, можно было бы пойти по такому пути, вы имеете вот один лиц на Н, мы могли бы тогда, скажем, создать более плотные плазмные среды, но он устроил много стадийных ускорений. Все время перейти на электрон, используя следующий слой, и тем самым сократить размер этой системы. Такие схемы тоже сейчас обсуждаются. Вот проект, который говорил профессор Сергей, собственно, с этим и связан. Ну, это схема, когда надо побить по плаве, что-то и... Ну, посмотрим, вот как это выглядит. Обычное качество ключков довольно хорошее, вот как мы видим. Если смотрим на этот электронный ключок, то мы получаем микронного размера, хорошие бачки электроны, то есть здесь контроли предвлазны, вот так, как метрия здесь обычно используется. Ну, а здесь такая вот такая вот ламп, с такой вот экран, как у нас, или на форте, как в доме, он не заметит. Магнит, который откладеет электрон, чем больше энергии он еще откладняется, поэтому с помощью вот такой развертки вдоль, мы фактически сепарируем разные энергии частиц. А по почернению такой, ну, можем открыть и завернуть. Ну, и вот так обычно это все будет делать. Посередине засветка там может быть частиц, ну, там, например, длина побольше, там условно, естественно, наоборот, ну, то там будет максимальная энергетика, как и в литературе присутствует. Мы можем сделать. Первые эксперименты, которые показали состоятельность такой модели, которую действительно предложили прожили в Трауссене, это почти 30 лет назад, и характерные эксперименты, давайте дальше, потому что, значит, эта деятельность захватила многие лаборатории мира, и сразу после первых экспериментов это была целая лавина экспериментов, которые показывают хорошее установление, появились давайте дальше, чтобы мы не знаем, вот как это выглядит. И недавнего времени мы можем сделать цель с инновидами может быть дальше, в районе деклера. Сегодняшнее достижение уже 2,5 деклера. Так, пойдемте дальше. Ну, это вот действительно так, в лаборе режиме происходит ускорение, такой эксперимент вот сравнивается с энергией около 1 деклера, порядка 800 мега электрон, больше было. По крайней мере, мы все представили, я думаю, 2,3, которые ускорили. Электрон, вроде бы, и дождались. Дальше. Ну, вот я говорил, что улучшая плотность, можно в ситуации превосходить на высокий уровень энергии, и в зависимости от параметра плазмы, если совсем опускаться, можно себе дозировать очень высокую энергию, но при этом надо понимать, что на трек приходит в той же самой ситуации, что на вскоре 20 окажем такие решения сейчас не обсуждают, обсуждают, пока много стадий невосходения, когда на много больших больших моментов. Давайте начнем. Очень важный вопрос. До сих пор я сказал уходя, что мы копим электронов, да, и попали в удачный фактор. Лучше бы, конечно, их туда положить, потому что нам нужен заряд, чтобы приличный бачь электронов, поэтому нужно бы обсуждать, как такого добиться. очень трудно эксперимент и все это микроны. Нам нужно место, нужно время положить электроны. Как это делать? Тома простой, а вот если у меня электроны. Давайте синхронизируем лазер, туда прыснуть электроны. День хороший, но в общем-то сегодняшний у меня очень трудно реализуемый. Буквально недавно один из специалистов электромастер пытался вообще синхронизовать лазер с внешним заданным электронным крючком, потому что контр, ему это не удалось, потому что с этим нет впечатления. Поэтому в общем идея жива, возможно техника когда-нибудь и позволит это, но надо как-то другим путем. Ну, конечно, существует ликодролируемая самая инжекция, рассчитывая на это неожелательно, но очень все-таки нам идти к тому, чтобы управлять этим процессом. Мы работаем, например, с добиться хорошей инжекцией, благодаря тому, что меняя дизайн таких мишеней, газовый, мишеней, следующий человек, я вам покажу, как это очень популярная схема инжекции, так называемая оптическая инжекция. Они, собственно, наиболее хорошие результаты сейчас достигнут. Идея тут очень простая. Теперь лазерный дипус, он за собой, или плазменную волну, которая за одного пуска электрона. У нас, помимо этого, мог бы быть еще второй лазерный дипус. Второй лазерный дипус, он, нахожен удаление, мог бы впрыснуть ускоряющего фазы поля, плечет электрон. Это первый вариант, когда мы сейчас овознем. Какая разница, если подробоводная сила от оси лазерного пучка в поперечном направлении, можно было бы вперед, если подробоводная электрона в оси раскрытием, тоже так же мог бы ускорить. Ну и, наконец, для реализационной инжекции, мы ее предложили тут знать в России, она уже не используется. А вот то, о чем я говорил, вот такой вот дизайн, две разные платы, с разными плотностями, надо правильно подобрать для меня на верхнем слое, и вот здесь фазовая скорость не меняется, эффективное стационарное кардинное возбуждение волны, поэтому здесь возникает очень хорошая инжекция электрона благодаря опрокидыванию, и существует даже электротерожия, он не может даже здесь полно прочитать, но можно было поставить численный эксперимент, вот этот трешевый численный эксперимент, который как раз показывает, как тут сформировался тест электронный банч, который присниляет свой тест. это лазерный ингульс, который идет по разрежению лазерной и так вот такой шов сгуст, пожалуйста, следующий оптический пресс, я вам собственно уже не сказать, он не будет повторяться, но спор, экспериментарный партнер, он показывает, что приличного качества кучки получают пресс, это так выглядит когда встречный пресс ускоряющий электронный ускоряющий ускорение почти встречный пучками электричества силы связано с основной волны которая встал и волны меньше в целом такая схема на ней это очень самые лучшие результаты так ну это как раз из этой схемы картинки они показывают значит очень узкие спектры которые вот конкретно здесь это порядка одного процента то есть это лучше чем не так давно было несколько процентов а вот буквально недавно на конференции цифрами еще меньше процентов и самое важное что если вот эти картинки скажем так были получены эксклюзивно с большого числа быстрее получать очень хороший спектр только теперь в операции в лаборатории малого рутинным образом таких спектр получается даже большего качества вполне приличный заряд побольше чем здесь так что вот это вот и так нестабильность генерации электронных пучков как-то вроде начинает получать свое разрешение это вот на непрекновение собственно ускорительное давайте дальше ну значит немножко по поводу того что вы предложили собственно это было подхвачено и в данный временный рекорд по ингарте как раз с полтора декабря принадлежал вот такому инвестиционному механизму регенерации значит вот тут нарисовано вот это ускорительное камень узбек размером 15 тонн называем лазер 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 который создает лазер не структуру что обычно давление очень свет огромный и все эти электроны он показывает электроны беспорядки теряются разбрызгиваются только небольшие малая часть электроны имеют подходящую траекторию чтобы самоджектироваться протоколы поэтому мы подумали не стоит ли сделать так чтобы тот газ который обычно используют используют электрогаз который не стоит ли туда кинуть какой-нибудь тяжелый газ это для лазерной импульс почти до своей середины не сможет то есть уровни тяжелого элемента что-то наверху что она кажется суметь определенное количество электронов реализовать когда то есть хоть уже и в репетентстве этого лазерного импульса упали не сильно введя траектории электрона то есть лазерный импульс освободит электрон не на тренин а что-то вот траектории электрон возникла идея что благодаря этому мы получим как раз и вскоре электрон ну мы так думаем в стране а лазерной вечеринка мы решили экспериментальным путем столкнулись с таким интересным парадоксом что приходя по утрам ну мы кстати по телефону объясняли может быть вы это добавите а будете работать с тяжелым газом они говорят что мы ничего не понимаем потому что он выскоренизывается сразу лазерный пуль запрется плотность электрона будет очень высокой и нормально работать со своим гелью но по утрам извиняло очень здоровая ситуация мы приходим и получаем хороший ускорение электрон и значит в течение нескольких часов очень хорошее ускорение электрон а как он захочется покушать время ланча электрон исчезает а после ланча вообще ничего ничего не было и значит такие истории по телефону рассказывают можете догадаться что если надо посередиться когда мне сначала говорили берите тяжелый газ а они говорят нет работать с гельем не понимают а вот если как раз посредине надо взять привлечь газ и немножко туда добавить тяжелый элемент вы не испортите свой фактический прохождение лазерного и пульса и значит хорошо будете ускоряться и поэтому когда они утром приходили то за мночь во все капилляшки трубочки тех значит сокров которые подводили ну затекал азот и кислород изгружающего пространства утром они включали там это достаточные газы и смотрят очень хорошие электронные пучки ну а потом когда истина проявилась ну они начали убирая добавля и значит наши коллаборатори пучки как-то это объяснилось и тогда они написали сходу сна скотином они очень удачны потому что когда вышла по разговорам за это время учёшь сотрудники и значит наши коллаборатори экспериментальные договорились так что почему-то те две американские лаборатории должны одновременно в 8 часть публиковать эти статьи ну а мы тут ни в чём не виновны как всё придумали сидели ждали пока значит в самом деле это случится а что обстоятельства чтобы что промоделировали у нас уже был эксперимент модель ну а когда начали промоделировали мы вместе в один действительно все это опубликовали но мы оказались позади мира первой стадии была вторая потому что мы должны выиграть с рецензией моего первого 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 так что вот в науке бывают такие выигрызки но еще есть другой направлении сам может помочь получение электронов когда мы считаем больших расстояния то надо что я в этом молчал но в общем-то надо чтобы лазерный не спалзывался и обычно эти режимы хорошего устарения нет человек хороший сам но помочь можно сделать капилляр эксперименты выполнены в капиллярах потом стеклея их пробивают целая техника капилляра делала с помощью разрядов и вот эксперимент как раз профизировал о лимансе капилляра капилляра который был использовал и получал гербный электрон в баске следующий эксперимент который не будем третий время в баске речь о газе плазм вообще говоря можно было бы задуматься есть ли какой-то шанс получать ускоренные электроны с помощью в баске в баске в баске интересно было бы использовать очень-очень мелкие слои вещества таким, чтобы размер толщины отличаются в скидовой глубине тогда мы имеем фактически объемный нагрев все эти электроны оказываются вот в лазерном поле в лазерном поле поле ускорение обычно происходит таким образом передних импульсов вам интенсивность мало количества электронов взял больше не может взять потому что за импульсов он следующую порцию электронов возьми такую которому позволит поле притяжения кулоновской петли такие вот банчики электронов летят и летят они значит это пример очень острой фокусировки лазерного излучения почти в дефракционный предел ну и тут можно показать что такие электроды должны лететь практически по методам электрика оптического продолжения лазерного луча вот этот конус падения вот на самом деле конус на самом деле же на самом деле начинался сглуберном моделировании в таких конусах возникают вот такие струи интересные электроны которые все имеют вид вот таких слоев ну и мы в предыдущей лекции слышали что а что видят электривистские зеркала можно прообразовать будет след может следующее слое это вот показано в этом эксперименте что в общем если вы сфокусируете в углу структуру поля пока это очень сложная никого сфокусирует пучки а вот тут все шесть компаний поля то есть надо быть осторожен потому что не всегда такая сложная структура поля хороша будет при условии можно дальше ну вот эти струи которые из таких поля получались из очень тонких и следующие ну вот мы делали такую диапетику работу да а и в итоге значит ну это фактически давайте не будем некоторые характеристики тогда заделаться вот показывая как такие электроны могут быть получены а потом появился экспериментальный который играл очень нанометровые фонги которые торговли типа облазм пленок даймонд-лайк облазм пленок облазм продовольная пленочка ну и вроде которые подтверждаются с таким вкладом аналитический спектр который показывал тоже существовало энергии не очень высокие но важно то что вот эти эксперименты то что мы делали теоретически ну как бы в такую область попадаем которую можно назвать теоретической данной плазмой как почему потому что все наши размеры это нанометров десятки частицы которые из таких вкладных объектов получаются у метров и риска наоблазмоника возможно за ней тоже они торговые деятельности будут открыться так наверное я буду это все пропускать очень важным эффектом является безусловно ионизацией я вам рассказывал что благодаря этому дается более хорошим качеством получать искоримые частицы но это дается не очень просто вот эти все большие коды которые используются они еще должны быть оснащены такими блоками которые описывают эту ионизацию и собственно вот это вот демонстрация того что у вас какой инструмент имеется давайте дальше давайте дальше давайте дальше давайте дальше это значит четко в результате вот если использовать так правильно моделирование когда вы учитываете еще ионизации среды самим глазом вы можете понять что электроны которые выскояются с определенных оболочек а в плазменной модели которая предполагает что у нас заранее имеется какой-то плазменный объект пусть и на метровой толщины вы этого никогда не проведете не очень пройдетесь механизмом ускорения а здесь вы можете немножко даже разобраться происходит на переднем фронте естественно вы ионизываете только верхние оболочки значит поскольку одиночистичность взаимодействие пытается сохраниться фактически эти электроны после того как лазерные проходят они пытаются вернуть свою первоначальную мягкую более того украинское поле очень хорошо назад притягивает пленку поэтому эти электроны не набирают энергии они недалеко от пленки электроны с нижних оболочек которые оказывается инжекированы максимумом лазерное поле они имеют очень хороший шанс будет во-первых они попадают вблизи максимумом лазерное поле подхватить с второй сторон уже свой электрон низких оболочек и вот здесь показано что эти боноэнергетические электроны они как раз с нижних оболочек в общем вот физически приходится разбираться поэтому надо условно эту модель что мы пытались делать помимо того что труднодельные мишени используются для ускорения электронных период существует еще схема когда такие электроны могут быть зеркальным направлением назад от лазерной мишени на который лазерный импульс падает отражается в управлении отраженного импульсом амфибра тоже ускорятся электроны но здесь происходит так что лазерный импульс падает он ускоряет электроны и электроны пытаются вернуться назад в предыдущей лекции это впрыск в этот момент отраженного электроны впрыскиваются ну и опять тут надо разбираться опять надо отключить электронную модель разобраться в какой электрон оболочек будет впрыскиваться ну и те электроны уже уходящих лазерный пульсом дебатчик могли бы уходить значит такое моделирование делали в связи с экспериментом который показывал как в зеркальном направлении можно создать почти постоянно действующий источник электроны вот режим повторения депутат это почти что килогерц демонстрируется этим экспериментом вот этот лазер маленький лазер но очень стабил его можно включить уйти по обеду там несколько часов будет работать мишенька там крутится соответствующим образом и направление зеркального направления от этого лазера вот летят все время электроны с энергией почти очень маленький лазерок давайте следующее смотрим вот это эксперимент который и который значит собственно показывал что вот этот лазерный пульс который падает на мишень зеркальное направление всегда летели вот эти электроны вот эти картинки они демонстрируют энергетическое угловое распределение электронов значит вот это в зависимости от той фольги которую тут можно поставить которая задерживает электроны с малой энергией с большей энергией можно как сепарировать электроны по энергии ну допустим электроны вот отсюда на этот электрон вот зеркальное направление блазерного точка вы видите фактически направление зеркальное вот это вот и внутренние электроны узкие энергии вот такой стабильный хороший источник ну давайте сняли сейчас значит на сколько прошло уже 50 минут да я думаю позже а хорошо давайте тогда дальше сейчас мы пропускаем все это объяснение скелин давайте предыдущий да предыдущий сон можем вернуть вот это вот современные достижения сон а вот можно посмотреть этот так называемый тексис это буквально недавно были получены электроны с энергией 2,4 ну ну это частота ну ваниллаза да наверное это несколько в день ну ладно ну как говорится рекорды до начала заряд большой ну как говорится рекорд важно что зато устойчиво отеля очень хороший то есть у него не классная энергетическая как это такое что они сделали нет так кто скажет ну чуть чуть что нужно что там то сейчас рассказываем скажем я не Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Металл, естественно, брызгает, и это очень маленький микроджет. А также большой лазерный импульс на этих микроджетов с ними начинает самодействовать. Электроны оттуда уходят, и вот электроны начинают двигаться. Вот у таких вот этих микроджетов есть электромагнитный поле, и вот такие вот сильные поля разделения заряда. Я вам покажу эти спектры, которые возникают от простой вишенок плоский. Вот это электронный спектр. И вот такие вот струи возникают. Тут два порядка. То есть вы можете существенно повышать рентген. Это вот как все делается. Здесь показано, что рентген там повышается на два порядка. Значит, для чего нужно успокоить? Ну, самые первые мысли были. Ну, давайте мы из того, как ускорим электроны, поставим модулятор и получим источник. В принципе, электронные памятные размеры, я, довольно прилично. Значит, первый эксперимент показать все представления. Работают эксперименты и привы. Ну, то же самое на очень хорошем электронном пучке. Второе примерное – петатронное излучение. Дело в том, что после того, как электронного вакуирована по исследованию лазерного импульсового, возникает такое, как называемое, фокусирующее электрическое поле. Там остались ионии. Электрон начинает испытывать движение в таком фокусирующем поле. И вот такие излучатели сейчас экспериментально принимают с периодами. Все представления тоже теоретически работают. И вот на картинке возникли. Можно делать перименовская почва. Очень хорошая качество излучения. Рименовская диапазона. Вот, например, 10p перимен идет. И, значит, демонстрация здоровья. Хорошая эффективность. Вот всякие шучки-паучки. И вот маленькая. Рименовская диапазона. Дело в том, что сущных методами подлоконтрастные, когда мягкие органы, можно сказать, исследовать. И если эти источники еще повысят энергию, вместо 10p, там будет 20p. Посмотрите, какая будет структура. То есть мы маленький движок, там как-то миллиметр, как все хорошо в другом мире. Значит, вот тут существует 20p, такая фактическая энергия рентгена, Дело в том, что сейчас мир озабочит создание очень стабильного оружия с точкой рентгена с энергией больше 20, скажем, 40-50p. Проблема возникла от женщин. Дело в том, что в Европе женская грузь, ну, вообще-то, не стала увеличиваться. Вообще-то, волнусь к нам. И оказалось, что 20p, это обычный стандартный зеленский аппарат, недостаточно. Вот поставлена задача перед физкой. Получить стабильный, хороший для медицины источник рентгенов к излучению. Сейчас надо этим работать. Вот здесь пути по рентгену, которые могли бы. Дело в том, что можно и на трубках, но, когда вы говорите о технистике, это очень важно. Это будут огромные шкафы, там, не занимать. Ну, все же для медицины. Так что вот здесь область практического применения всяких каких-то источников. Яркость, яркость. Дело в том, что такие маленькие масштабы. Все поэтому, если вы начинали классно, то получится, что вот все эти источники окажутся, я так скажу, на центральном уровне, какого-нибудь третьего, там, четвертого. Мы идем дальше. Ну, это просто показано. Недостатки. Ясно, есть и достатки. Это нормальное частое повторение. Ну, и масса других. Но важно, что некоторые заделки есть. Значит, то, что связано с любвиевистскими зеркалами, объяснение, я, так сказать, не пропускаю. Очевидно, что любвиевище всего может увеличить в 4,2 на 1 частоту. Ну, а это вот наше моделирование как вот от тех слоев электронов, которые используют руку фольги, можно получать высокочастотное измечение. Так, я не могу? Да. Вы вперед, да? Вы пытаетесь назад? Я хочу понять. Что происходит? Ладно, давайте выясним, значит, ясно, что можно. И мы делаем такую подробную, когда на те электроны, которые на движение в квадрате, они, значит, это система периодических зеркал бросали. Второе лазовое измечение, то они были генерированы очень высокие частоты. А вот, по-видимому, некоторый, значит, пример источника для радиографии. Дело в том, что, если вы имеете очень маленький электронный пучетчик, вы можете с его помощью использовать или исследовать очень визерные объекты. Если вы хотите заниматься, к примеру, изучением взаимодействия лазового излучения с веществом, вот это решение, то, создав такой пучок, с помощью, опять же, скорее, газ-жетики, вы можете магнитно-экономерные, статические, то есть, зрение заряда, где в таких экспериментах вы их не помогли. Обычные вот эти вот схемы эксперимента. Значит, вот теперь ядерные реакции тоже уже, это первое принцип, которые всё проверили с помощью тех газов, которые получали. Благодаря тому, что получали электронные вещества с большим цвет, получали древние 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 древние, получали все правильные эсколки, показывали, что все времена распады, соответственно, и это всё делилось теперь в лазовую табораторию. Здесь, например, пример создания получения позитронной фабрики. Значит, вот есть такая ловушка Пеннинг, которая, значит, типично, оно замечательно, по экологии экспериментарного, такое количество, скажем, позитронов, для капотов, который сдался в этой связи, а вот то, что предсказывает можно достичь лазера. И существует теперь такой проект, если не очень удачно будет оперировать, то, благодаря тому, что там есть А-рукова, это довольно короткие лазерные кости, потому что они 10 пекосекунд, говорят, может быть, и несколько пекосекунд. Мы говорим, как пенаджоры, вот тогда можно строить действительно настоящие позитронные фабрики. Но процессы все хорошо известны, значит, для регулярных и приборов производства пармон, больших зарядок. И вот такой проект сейчас решили. И это уже эксперимент по получению вот на амектарном и на омеге числа в консервированном вот из этого несколько цифр, которые, значит, уже довольно приличное число, их может быть, 10, 50, да, отминутых. Значит, вот такие, да, это эксперимент, который, собственно, демонстрируется в этом момент, в том, что, если это не очень, то, что обсуждается, то есть, что интенсивно, это создание на данном пункте у нас в том, эффекте, гадоисточных. Для того, чтобы излучение с энергией порядка мат, очень интересно, вот, собственно, теперь от атомной спикерскопии переходим к ядерной спикерскопии, то, значит, видно, что мы можем изучать для проблем безопасности для активных имидий, для еще какие-то интересные вещества, если вы думаете. И, возможно, бронии будет вот такой источник создан, значит, с использованием линейного ускорителя электрома, для которой, значит, будет, будет, как бы создан вазинный импульс, который будет рассеивать, и тогда, значит, данные вещества энергии ганокласса. Увеличены, значит, в этой поверхности потолочной обычно 4 ганокласса. Ну, как другие, примерно такая схема эксперимента, но самое интересное было бы заменить вот эти электронные соединения мускорителя на электроны, которые тоже получают с оптическим объемом. Тогда был, в общем-то, чисто оптический источник. Ну, во-первых, эксперименты уже были проведены с помощью пучка электрона. Вот, значит, существует лазер, сгибаемый электрон, вот то, что получили по энергии гамма-класса, по нейрон. Ну, это, конечно, все нормально делали. Ну, и сделать такое, ну, условно, мы можем теперь эту вакуум найти свинцовое скакание. Ну, собственно, они определили, что, как доказали, что вот тут вот, в этой вот камере полностью коррозированные ДТД, они облучили вот такие вот этими камер-классами, и с помощью ядерной фронесценции высветили ДТО уровень, который существует на ДТД, или газового труба, очень отличное качество, которые, в принципе, в округе, на консульционном оксе провозят. Ну, а мечтать мы должны вот о том, что действительно полусветя фактическую схему, когда сами электронные пучки получают, ну, вот эти, понимаете, очень узкие пучки, то именно для этих партийцев будет заметно, но сейчас существуют более узкие. Ну, если использовать вот такие вот электронные пучки, используя второй лазер, то тогда блокнотный должен быть в том чисто оптическом способе получения данного источника. Ну, и что здесь делаем? Ну, и данного, 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 такой работающий источник. И синхронизовать, как я уже говорила, электронный пучок с лазером не так просто, ну, пошел туда простейшие пути, значит, вот эту вот ускоренную газовую струю, шкену оптимизационную. Газовая струя ускоряет электроны, электроны меняют. Ну, а дальше надо опознательный пучок. Поставим зеркало, и лазерный импульс пройдет через ток электронный пучок, который сам изгенерирует электронный пучок, плазменный импульс идет, плазменный путь отразился от плазменного зеркало, тут интенсивности огромные, ну, плазменного зеркало – фольга. Фольга под действием плазменного пучка стала. Плазма разила, вот, они встретились, и вот они излучили. Дело в том, что в эксперименте качество электронного пучка было плохое, я не знаю почему. Именно, у них самые лучшие электронные пучки, но вот эксперимент, который выработан, знаете, очень терапевистая работающая система, поэтому, скажем, спектр вот такой широкий, но очень важно это все-таки, это достижение. Ну, и электроны, как и протоны, могут быть использованы для того, чтобы нарабатывать изотопы, ну, благодаря тому, что они делают гамма, адамы, N-реакции, которые будут получать терминциды изотопов. Ну вот, что интересно, в последнее время стали обсуждаться, значит, электронные пучки, почти, значит, только одного способа радиационной терапии. Дело в том, что если эти электроны у них очень-очень высокую энергию, то вот эти тут потери изображены. И они, конечно, не экспоненциально падают и не так хороши, как, скажем, протоны, которые благодаря адресскому пику высаживают энергию на определенной глубине. Тем не менее, они хороши тем, что тогда при многостороннем облучении можно, собственно, необходимую дозу доставить в нужное место, но в то время как, так сказать, для многосторонности как-то меньше подвергнуть риску облучения здоровой ткани. Ну и здесь была публикация в медицинском журнале, который доказывал, что с помощью ланцеза, взяв разумные препараты, которые в недалеком будущем они новые, это может быть очень медицинспособным способом для того, чтобы использовать несколько гамма-излучения. Ну то, что с фастой гнешн, вот тут профессор Сергеев сказал, что да, сейчас кисло, с фастой гнешн, я соглашусь с ним. Более того, это демонстрация того, что, собственно, не всегда надо рассчитывать на положительные результаты. В общем, использование электронных в качестве фастой гнешн, наверно, не свидетельствует ничего плохого. Мы, например, выделили эту ланцезу, для которого мы поняли. Мы поняли это довольно давно, у нас была такая работа, у нее была тяжелая судьба, она была выполнена, я думаю, за два года выхода публикации. Но в то время было непопулярно публиковать отрицательные результаты. А наш результат состоял в том, что, как и фаст пигнешн, мы пытались с помощью конуса получить хорошо направленный электронный пучок с хорошей энергией внутрь вещества. И делали такие моделировки по производству вот таких электронов, с помощью таких конусов, которые широко обсуждались. Получили на ответ отрицательных. Да, этих электронов становится больше. Ну, минус четыре. Качество мерзкое. И, в общем, для фаст пигнешн как-то не вязалось. Ну, и вот после того, как произошли такие подвижки, с пониманием полоса. Наверное, это не только для облики, но все-таки это обликовое. Ну, как говорят, если бы такой конус не мешал, само по себе на осимметрию виселось. Значит, надо компенсировать. Надо вам перераспределить вот эти пучки. Очень сложно. Потом очень широкий угловой разброс. Как я говорил, они летят во всех четыре киля. Но, в общем-то, масло, и другие есть. Поэтому это вот пример, когда, собственно, теорема помогает разобраться, что не все так радужно в тех планах, которые ad hoc сначала предлагаются, а потом придется разбираться и выяснять, насколько они присутствуют. То есть, у меня совсем остается мало времени на ускорение днем. Полчаса. Поэтому, значит, наверное, стараемся только что-то пропускать. Ну вот, подробно, что есть. Вот на электроны. Очень интересно представляется, значит, лазерное ускорение и диагиона. И тут тоже существует целый ряд применений. Эти применения, они действительно, что будут связаны с электронами. Ну, может быть, там, разобраться. Особенно связаться с техническими областями лабораторной астрофизики. Можно моделировать очень глубокую реплантацию. Вот, дело в том, что все знают, что когда поверхность отработать, традиционный ионный источник, улучшит ее свойства. Но когда речь идет о том, чтобы из них свойства, ну, мне бы сказать, даже ее нет. Вам уже одно нужно иметь. Потому что даже такие простые, казалось бы, излучения, они могут потребовать вот таких вот источников. Ну, и когда начинают работать вот по ускорению трона, ну, тут очень много зависит от того дизайна, который вы предлагаете. Передать вот это существенное метро лазерного излучения через ускоряющее поле, которое не имеется в результате того, что сготовлены электроны, все-таки, как передать, чтобы улучшить воздух, по одному использованию. Всевозможные решения. Здесь вот огромное количество примеров, еще сейчас обсуждаем, не называем, по том, где-то, с прикладами, без прикладами, там, эрогенери, газовые решения. В общем, мишени – это несложно. Это довольно сложное занятие, разобраться, что тут является архивальностью, то есть, в итоге, получение наиболее хороших электронов. Не выража о том, что, как я уже сказал, пошла над возможностей, а тут уже можно конструировать огромное количество маленьких мишенек. Вот, например, самые простые, вот такие вот капельки, получились, такими делами, спрей, используя там просто воду, если угодно можно, керосин, еще что-то использовать. Почему, скажем, с традиционной кластерой, который в течение, там, двадцати лет получать, может быть, неинтересно. А дело в том, что у нас мы ставим мощный, а традиционный кластер, ну, сколько там, ну, тридцать тысяч частиц. А здесь, если вы искусственно сделаете, у вас будет, там, миллион. Это значит, если вы сумеете убрать этот электрон, а представьте, какую богу электростатическую, какие поля вы создадите. огромный ускоритель. Это вот как раз тот ускоритель, в котором Сергей сказал, что сами йоны в клазерном поле никогда в жизни не наберут реликтивные современные. Но будучи ускорен вот в таком резервуаре и эстетическое, они ускорятся в доле. Ну, пример, видите, просто пример, какие вообще решения тут используют. Вот там стоят решения, вот они когда-то очередной рекорды там пьется ток, там, и это все делает, это человек делает. Ну, и задачи, которые мы ставим. Ну, прежде всего, это, конечно, это типичный, значит, спектр, ну, что нам надо? Нам надо, чтобы эти лазер непременно выстрелили, аллогини, то есть, высокая репетикация репетикация. Нам нужно как можно больше поднять число. Нам желательно увеличить энергию, а вообще сделать его интернаторическим. Вот поэтому все идут. И, недавно, сравнительно, стало понятно, что надо работать с очень трудными решениями. Они еще ничем хороши. Они позволяют выкинуть практически все электроны, а потом взорваться, и хорошо ускорят частицы. Ну, а история как раз шла по такому пути, с наращиванием инвентивности лазера. То, что мы называем лазером интерно-ядероксидов, это квази-нитральный разлет плазмом вакуум. Инвентивность лазера молаза. Электроны движутся вместе их съемные с небольшой скорость. Если мы смеем оторвать электроны, звучать какое-то решение, то они создают двойной слой, виртуальный катод. Ну, тут он называется таким модным словом GNSX. Тагед нормал 6XLX. Вообще говоря, это очень хорошо изображение. Это виртуальный катод. Ну, а если идти еще дальше, тогда удалить вообще все электроны, можно сорвать эту фальню и получить большую энергию. И когда стали выполнять эксперименты с изучением хорошего качества, когда нет вот такого предыдущего, который разрушает фальню, а идутся очень хорошие, там было показано, что, уменьшая толщину мы можем удалиться более высокой энергией устроенной протона Вот так это все выглядит. Ну, и прежде всего, самые белые бородотцы, мы говорим, в самом начале ускорения идет. Как бы мишель вы не взяли, и начинаете верить ускоренные частицы, они будут протоны. горит имеет протон, горит армоний будет протон. Стало все очень просто. Дело в том, что при любом вакууме есть вода, если угодно, горит масло существует. Ну, а протон имеет самое выгодное для ускорения электростатическое отношение Z K заряд массы. Вот они ускорены, поэтому их стали прежде всего видеть. Иногда они вредны. Будучи ускорены, они начинают экранировать тяжелые. Если они ускорены тяжелые, то они нам мешают. Вот, например, почистили мишель, а почистили нагреть мишель, лазбоком другим стрельным. Вот поместили и стали ускорять что-то не нагреем. Нагреем. Вот все первоначальные продукты оказались очень просты и легко решаемы. Ну, значит, энергия, которую по углероду удалось получить, это не рекорд. Современный рекорд – это больше ГЭМа по углероду. В этом смысле нужен ГЭМ, если говорить по ионам, давно прошли. Ну, и вот важность этого контраста специального. Дело в том, что в течение двадцати лет, насколько я помню науку, все люди били, как очистить этот лазерный вкус. Он типично такой, что на переднем фронте есть такая гранция. В максимальном плазах там вообще только что слышали, такая жутка говорится. Но даже в таких темтосекундных плазах всегда существует вот такой вид дистал. Представляете, когда тут идет семь. Десять, двадцать, второй, а у вас контраст десять, шестой. Какая интенсивность уже идет на фольгу? Это та интенсивность, которая в термале вообще была. За таком взаимодействии такого импульса с желанием решения можно говорить. Ну, и вот в последнее время регулярно ставят лазерные зеркала. Ну, идея очень проста. Вот эта вот фольга подействует в плане теоретического оборудования. Значит, передний фронт в лазерном импульсе малоимпульсовом проходит, отраженный, видите, уже не содержит вот этот фендистал и может быть использован. Ну, и обычно станет базой. Одно, второй раз подчистивили, заглядное еще. И вот современные контрасты на наносекунду. 10-12, я только что сказал, 10-6, вот с чего мы начинаем. Это еще 10-15. Вот. И по десяти гипосекундам 10-8 мы можем на 10-15. Но, в том что сейчас основная проблема как дали 10-8 гипосекунды. Ну, в том, что изменения вот этой вот водки на 10-15 гипосекундном масштабе может быть уже существенным, потому что здесь возник классный размер пусть десятые доли микробов, десятые доли длинной волны. а это уже существенно. И вся теория показывает. Ну, и поэтому когда разбирались о рове такого контраста, то вдруг оказывалось, что при плохом контрасте зависимость от толщины мишени, хорошей энергией имели только толстые мишени. И это был парадокс. То есть это была глупость, но была связана с тем, что технология была низкая, не позволяла очищать обеинтукс. И как только их стали очищать, вот, чертовщи мишени при большей мишени. Ну, вот здесь некоторые расчеты, которые показывают, как нам активизируют толщину мишени, чтобы давиться при большей мя гневе тоже. Тут надо совместить две вещи. Есть элитерийская прозрачность, поэтому лазерная лазерная противная отмечены такие работники с летом позяки лазерного достаточно, чтобы удалить электроды из пакаемого объема. Тогда лазерный импульс это не постоянно определяется. Сначала имеется Важно, что можно играть очень многие параметры. Это составом мишени, плоскостью, поперечным размером, формой, импульсом, длительностью. И вот такая активизация, она очень интересна. И саму иону надо научиться получать моноэнергетические кучки. Вот один из примеров получения моноэнергетического кучка. Сначала не очень интенсивный лазерный импульс действует на мишени. Он выбивает какое-то количество иона, затем приходит более интенсивный. Они начинают перевод давить первые, и на спектре образуется вот такой кваз моноэнергетический. Вот такая вот простейшая система. Ещё можно разобрать. Такие вот дырки делают сзади, правильный электрический поле ускоряющий. Дело в том, что лазерный импульс по интенсивности спадает от центра к периферии, поэтому можно изменять. Толщину фарги, наоборот, когда в центре двигается побольше, здесь потолще сделают фарги, здесь потоньше выровняют. Интенсивный случай получил большего заряда, моноэнергетический кучок. Ну, как вы видите, эксперимент такого рода вот мишень, она сбоку. Сюда вот такие вот сумасшётки. То, что это не меньше когда-то было и ускорялось, но можно это сделать теперь искусственно и ускорить. А почему нужна масса лимитер? Дело в том, что если у вас есть чистая плоская свадьба, бесконечного размера, то очень быстро в перечном направлении те электроны, которые вылетели из фарги, замещаются радиально сходящими электронами. Поэтому если изоляцию, либо поставить вот так, либо там, ну, в общем, как радиальный президент Лаза Мэйпульс, можно использовать, например, флагоптер, ну, скорее всего. Ну, такие вот эксперименты были проведены, и это были первые эксперименты, где были моноэнергетические ионы были показаны. Вот в живую, как бы, такие массовые детали. Ну, видите, вообще, это уже, так сказать, треум, называется, там, нанотехнологией. Там, сорок нанометров толщина, вот это мишень, на родеевские микромы, вот это рукава, и по ней стреляют Лаза. Вот такая схема протестабильного ускорения. Вот один Лаза стрелил, ускорил электроны вот этой примеси, вот эти легкие частицы. Они летят. В тот момент, когда нам летает второй, стреляет второй Лаза. Ну, или тот же самый Лаза, который просто раздерет на меню. Тогда надо подобрать так, чтобы этот пучок попал на эту мишень в тот момент, когда тут будет этот Лаза. То есть оптические пути надо, соответственно, подобрать, а потом опять подускорять. Вот такие схемы многостадинного ускорения. Так, наверное, начинают все пропускать. Речь идет о том, что, в принципе, существует схема, как оптимальным образом можно подобрать мишину. Можете посмотреть, например, моделирование оптимального получения 2 грамм. Ну, это, наверное, наши расчеты. Но вот, что интересно, что самые методичные протоны, они идут. Отсюда подбаем углом. Это значит, на самом деле, существует угловая сепарация частиц. То есть, если бы я нарисовал этот протоны сепарацией, не проинтегрированный кулак, он был возможен монетически. Значит, здесь решается вопрос, что лучше? Фокусировать очень оско или умеренно? Ну, показано, что резкое повышение интенсивности при сильно сфокусированном лазерном курсе очень большой выгод не обнесет. Вот здесь вот такой пример. Выгод у вас 38, она сфокусированная. А вот почек, дифракционный предел – 48. Инженсивность у вас, что длилось у вас сколько? Два с половиной раза. Ну, я их там не знаю. А 30% только за квадратами. Поэтому существует некий, собственно, предел. Он показывает, что, ну, благодаря тому, что распределение лазерной электромагнитной энергии по крайней мере, он очень сложный, то и электроны очень, во-первых, не так хорошо, не так идеально выпихиваются из этого мишени в направлении вперед. Поэтому может быть идеальный способ добиваться огромной интенсивности, очень распрофокусированной. Значит, было проверено и нормальное, и наклонное впадение. И вот интересно, значит, посмотрите, как летят, значит, вот электроны. Сначала электроны, а потом нужно искорять теории. Вот это вот ленино-поляризованный лазерный импульс. И здесь четко видно, что электроны взятут в эту плоскость, кстати, после поляризации. Вот эти вот бальчики электроны. И это вот иллюстрация того, что, ну, казалось бы, давайте будем все делать с помощью двумерного моделирования. Но на самом деле, вот тут собака залет. Жизнь так устроена, что трёхмерная моделирование более-менее навязана лазером, который имеет реализацию. Очень популярно, ну, по крайней мере, до недавнего времени был использован, что циркулярно производил лазерный импульс. Дело в том, что он очень интеллигентно отжимает электроны. Там ускорение, из-за того, что это было бы наносило, ну, не так. Там меньше горячих электронов. Вроде, значит, получить лучшие спектры и больше иные энергии. Ну, вот, когда мы проводили вот такое сравнение, то начался весом, наверное, в обстоятельствах должно быть следующий факт. Да, мы чуть-чуть подняли энергию с помощью циркулярно-поляризованных. Но, при этом, надо было иметь такой же интенсивности циркулярно-поляризованный лазерный импульс, как и линейно-поляризованный. Но ещё никто в мире не доказал, что при интенсивности 10-22 преобразовать линейную поляризацию в циркулярную, с эффективностью 100% возможно. Поэтому, собственно, я понимаю, что тут тоже существует некий миф относительно вот этой вот циркулярной поляризации может быть покажет, потому что это соображение в нашем расчёте. И это вот такая сепарация по углам. Если мы посмотрим частицы после пола, то есть можно будет отличным. Я, по-видимому, самое высокое достижение в последних лет, когда она будет в ГОЛО, смена небольшого лазеря, то есть в лазерях 7,5 джонды, до этого метра — 40 маней. Дело в том, что во всех экстрементах по ауфскому региону, надо ещё обращаться на такое внимание, какова цена вот этих ускоренных протонов. В течение 20 лет не было существа процессов по высшению метра. Вот МАИУП, о котором говорил прощество, Сергей, и свой предаватель получил там вот 60 мэр протонов 20 лет назад. И с тех пор, ну, наконец, давай получил 60 мэр, ну, 70 мэр. Но не больше. Но дело не в том, что если посмотреть, во что обходится один мэр, на установке ПЭР, то мэр на 1 джон будет, ну, скажем так, 0,3 на джон. А вот в этих экстрементах будет низко. По минимуму рекорд принадлежит ничего. Где-то будет, там, 15 или что-то. Это тоже очень важное показатель, как мы достигаем таких результатов по ускорению. Так. 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 Вот это демонстрация, что эффективность, как можно отживодить, в маленьких глазах, оказывается гораздо выше, чем в больших. то что называется и различные массы, они наиболее характерны для искусственных созданных энергий или зоослов. И вот здесь вот эти эффекты Буловского взрыва, они как-то очень проявляются. И чем они хороши, тем, что именно здесь очень важно, что это аналитические решаемые задачи, причем синетические. То есть, много фактов и движения, не двух, а трех подобных взлетов в теоретическом плане преодолеваются. Ну и последнее, вот опять-таки, на то, что я упоминала, что в Буловском вот таком взрыве могут быть получены религийские энергии. Если интенсивный сладок достаточно далека, я сумел выходить оттуда электроны, когда клазм начинает взрываться, вот он, допустим, имел огромную плотность. А теперь он, что? Он растекается. А вот как он растекается? Вот они растекаются. Это смотрите. Смотрите за красным. То есть, есть и темный, и есть красный. А красный – это плотность. Вот сама организация клазмы. У вас дырка. У вас образовалась сфера. Но дело в том, что это чисто элективистик. Электроны, ионы могут иметь скорость больше скорости С. Сильные или более сильные пары используют, испытывают внешние ионы. А скорость у них может быть только С. Вот внутренний гигант. Вот образовалась оболочка автоматически. Вот такая капля взрывов взорвалась, а получилась оболочка. Чисто решательное. Чисто аналитически решательное. Эксперимент из-за такого положенного правления очень эффективная декурция. Но время один уже нет. Это наш моделированный эксперимент. А это загадочный эксперимент, которому еще предстоит, как придется разбираться. Но многие муниверы, а декоративные декорации, утверждают, что это истина. Вот у них девятнадцать партнеров получены через лазер, который содержал лазер. А это эксперимент с целым два лазера. Вот такой есть совсем забытый лазер. Ну, недавно экспериментаторы из UCLA, значит, это Лос-Анджелес, университет Лос-Анджелес. Они показали, что из газовой плазмы, а газовая плазма, это отсел два лазера, это твозная плазма. Потому что вот эти вот газовые струи используются 10-19. И, соответственно, можно 10-20. И вот при взаимодействии с газовой струей СО2-2, удается получать очень высокое качество. Вот это, наверное, рекорд. Один процент по йому. Мер 22 мера. Вот эта вот вещь, может быть, она так может и выжить. Дело в том, что единственное, что СО2, он не может только в режиме единичный импульс. Это обычный такой вот трет импульс. Ну, они, там, пикосекундные разделены, там, двостью пикосекундные. И вот, если вот этот вот распределенный плот вместе начальной струи, да, вот этот вот лазер. А вот этот синий, там, начальная. Вот лазер днем. Вот эта драматурная сила очень большая. Вот он поджимается, эта лазерная плота. Вот лазерный импульс. Ударяет, вот так вот. И вот благодаря возникающим, возникающим, бесконголитным ударным плотом, отберутся. И вот очень интересный спектр. Это тоже недавние достижения этого года. И, значит, вот их предсказания помоделировали, что если они, значит, то, что они делали в порядок, а, было в порядок единичным, по-моему, для этого, и результатом, ну, если перейти в десяточку, для претензивных зарплатов, а потом в месяц, в месяц, то можно прийти уже куда-либо интересным для практических применений, и, так сказать, медицин. Ну, это вот где мы сегодня. Вот эти методики, собственно, которые я вам показал. То есть очень важно манипулировать, если вы прорвали пучками, тоже нет совершенно времени, но получив пучок плохого качества, его можно улучшить. Можно улучшить с помощью того, что вы, то есть, вот какой-то экзонат, для существовательное поле, будучи в подходящей фазе, она может собирать пропуска электронных кучек, поэтому можно будет вырезать. И такие эксперименты ведутся, ну, когда на уровне, наверное, нескольких масс. Можно делать линзы, то есть можно фокусировать. Здесь генерируемый лазер днёрной ручки. Вот это, к примеру, вот это вот мишень, который генерирует днёрный пучок, а здесь вот такой с цилиндр, он облучается традиционным лазером. Тогда здесь возникает, значит, сильное электрическое... Значит, когда сюда, тут большой... Значит, плазма начинает распадаться, горячие электроны идут вовнутрь, тут возникает большой рецептный заряд, который, собственно, фокусирует ионы. Вот картинки, значит, нет фокусировки, вот так вот. Радиография. Значит, вот эти все протонные пучки – неплохой, то есть, способ провести следы на его коэффектабель. Вот пример, как плазма разликается, если я облучаю, то возникает тоже дескопновительный ударный болон на фронте. И всё это можно увидеть с помощью боковой просвет протонных пучков. Можно увидеть в филаменте. Дело в том, что здесь такая лебельская неустойчивость, когда электронный пучок проходит, он разлайн. Вот, пожалуйста, с помощью протона, которого... Чем хорошо протонные электроны? Это заряженные частицы, в отличие от нейтрона. Существует нейтронная дефектоскопия, но это заряженные частицы, значит, они реагируют на поля. Значит, все микрополя можно мерить. Так. Не знаю. У меня есть ли? Всё, да? Вообще-то время. Всё. Значит, заканчиваем тем, что, в общем-то, мы ещё и должны думать и о ядерной физике. И вот на этом мы вот заканчиваем. Значит, здесь существует, значит, опять, производство изотопов, потом изотопов. Есть трансмутация долгоживущих изотопов, конечно, профессор Сергей Блан сказал. А я уже не успел рассказать, но проект этапии европейской тоже существует. Значит, очень было бы интересно получить нейтроны, но причём получить нейтроны направленные. Вот этот способ позволяет надеяться, что реакционные трубы дадут и направленные источники нейтронов, в отличие от нейтронов другой, теперь 4Пи. Здесь такие нейтроны. Ну, воре того, тут есть ещё некоторые экзотические исследования. Дело в том, что синтез с достаточно большими с ядрами, он тоже интересен, потому что кто знает, что произошло в этом компаунде 3, которое оказалось в сильно возбуждённом состоянии. Пожалуйста, это один из способов. Ну, не больше на то, что возменяющие какие-то известные сечения. Вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Есть вопросы? Пожалуйста. Вопрос. Здесь о каких параметрах лазеров говорить? А дело в том, что для традиционных ядерных реакций надо преодолеть кудровский барьер. Вы знаете, сколько? 5, 6. 5, 7. Ну, вот если я 10 мая. Поэтому это не очень высокие идеи. Я вам показываю рекорды сейчас. Больше ста мая. Вот этот рекорд, который был бы получен на трайвинг. Поэтому то, что вы говорите, это название с интенсивностью 10-19. То, что должно быть на ходу. Тут вопрос, что надо количеством штук или нарушить. Ну хорошо. Нуoredji. АПЛОДИСМЕНТЫ ..... ЭТИ.. ... ... ... ... ... Спасибо.